книга открытым оком том 21 тема царство небесное рай вопрос 3414 какое понятие было в ветхом завете о царстве небесном отвечает и на тихонич лапкин в ветхом завете все было неясно только как бы контур виден евангелие от мотфея 13 глава 17 стих ибо истина говорю вам что многие пророки и праведники желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышите и не слышали послание к евреям святого апостола павла 10 глава 1 стих закон имея тень будущих благ они самый образ вещей даже в новом завете многое так и осталось неясным до конца первое послание к их нам 13 глава 12 стих теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу теперь знаю я от счастья а тогда познаю подобно как я позна но хотя прямо и не называлась царством небесным но понятно же что разумение о нем небольшое уже было первая книга про ли поминон 29 11 твое господи царство и ты превыше всего как владычествующий псалом 144 11 до проповедуют славу царства твоего и да повествуют о могуществе твоем книга даниила 3 глава 55 стих благословен ты на престоле славы царства твоего и прихвальный и превозносимые во веки псалом 144 13 царство твое царство всех веков и владычество твое во все роды даже далеко не мудрец знал что есть за пределом всего мира иное царство евангелие от луки 23 глава 43 2 стих и сказал иисусу помяни меня господи когда приедешь в царстве твое пророки царство божие называли другими словами но знали что бог на высоте недоступна но чтобы так говорить о царстве небесном царстве божием как о месте где можем быть сразу после смерти это уже откроет людям новый завет через иисуса христа и его апостолов книга пророка исаи 57 глава 15 стих ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий святой имя его я живу на высоте небес и во святилище и также сокрушенными и смиренными духом чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных 32 раза говорится о царстве небесном в новом завете евангелие от матфея 16 глава 19 стих дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и 69 раз она называется царством божиим евангелие от луки 22 глава 18 стих ибо сказываю вам что не буду пить от плода виноградного доколе не придет царствие божие иногда называется царством иногда царство называется царством отца евангелие от матфея 13 глава 43 стих тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их второе послание петра 1 глава 11 стих так откроется вам свободный вход вечное царство господа нашего и спасителя иисуса христа первое послание фессалин ланикийца 2 глава 12 стих мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно бога призвавшего вас свое царство и славу и плакал христос из божественных глаз как самый прекрасный чистейший алмаз катились слеза за слезой на город великий на город святой взирал он с душевной тоской и нежным укором и страстной мольбой звучал его глаз о если познать ты бы мог хоть сейчас что служит тебе ко спасению и миру но ты ты кодишь золотому кумиру а сердце твое от творца далеко о город несчастный о сколько раз я как птица сбирает птенцов под себя хотел и твоих чат собрать всех с любовью но ты обогревшие персты своей кровью пророков невинных ты сам не хотел и будет зато твой печален в дел и ныне опять горько плачет христос о чем вы хотели бы знать что снова его заставляет страдать какая причина тех слез там вечно ликующим царстве творца где нет ни скорбей ни тревог о чем только может он плакать твой бог что слезы стекают с лица скажу тебе мира развращенные злой мир полный обмана неверия пустой он дорог в душе всеблагого христос его любит он хочет спасти и в царство отца своего привести всех всех к послушанию готовых иисусу прискорбны злодейство людей с небес он с тоскою взирает и взором безмолвный он мир вопрошает тому ли учил я всей жизнью своей тому ли учил я зато ли страдал что видеть вас снова в греховных цепях зато ли я кровь на кресте проливал и гвозди пробили мне раны в руках и плачет христос из божественных глаз как самый чистейший прекрасный алмаз катиться слеза за слезой какую любовью он любит тебя мы смертные тоже умеем рыдать ведь жизни приходится много страдать и сердце не камень конечно но мы лишь жалеем себя бесконечно до добрых друзей и знакомых порой но кто б неподдельно оплакал слезой врага своего ненавистника злого поистине нет не найдется такого я знаю наверное друзья но наш иисус он себя не жалеет он к миру участием горит любовью к врагам своим он пламенеет и всем он прощение сулит он плачет о том что народ не желает принять дар спасения его упорно со злобой слепой отвергает создание творца своего евгения шарыпанова